Мы представляем римских легионеров. В данном случае экипировка, которую у нас видите, она подходит под период первой половины первого века нашей эры и вплоть до второго века второй половины. То есть то, что вы видите, это тип доспеха, но также там потом уже видите полные экипировки с щитами, которые с Кутумом назывались классические. Римские. Это вот всю экипировку как раз считается, что приблизительно первый-второй век. Почему такое увлечение на римском веке? Ну, потому что древний Рим, если рассказывать кратко, это тяжело рассказать долго. Потому что Рим, в принципе, это колопель цивилизации. Очень много. Все языки, которые индиоевропейские, в принципе, большая часть, они имеют как раз латинские корни. То есть, например, если вы освоите латынь, выучите, то вам уже будет проще учить, прежде всего, испанский, итальянский. Французский и ряд других языков. Кроме того, крылатые выражения. Кроме того, богатая культура и до нас дошла. То есть, например, некоторые, если, конечно, смотреть по армии, некоторые вещи, которые уже были в Древнеримской армии, в принципе, они остались. И сейчас есть свои традиции. Это в армии современной. Дальше римляне, латыни, легионеры, они были не просто воинами, они были еще и строительными. То есть, те самые знаменитые виадуки, знаменитые акведуки, это все достижения. Они использовали широкой бетон, считается, что по одной версии именно они изобрели этот бетон. Даже был такой случай в 90-х годах в Испании, когда везли атомный реактор, то современный мост не выдержал, его устраховали и решили дать назад. А по виадуку, который был римский, то же самое использовали. Дальше дороги. Самое рациональное использование простыми инструментами, они сделали самое лучшее и до сих пор они сохраняются. Например, если взять Великобританию современную, то вся система дорог, большая часть систем дорог, это просто римские дороги, которые покрыты асфальтом. То есть, насколько рационально это было сделано, ну понятно, потому что это армия, нужно было быстро передвигать легионы, быстро ее помощь в определенные форты. Этот рационализм простыми руками, простыми солдатскими, это, конечно, многое стоило. Кроме того, что нам еще интереснее, да, там, конечно, можем с конечной много рассказывать. Нам интересно еще и то, что, как воспитывался дух самого легионера. То есть, например, была честь, да, там, например, была дисциплина. Это не просто были понятия, это были божества, это обожествлялось и освещалось. Например, сейчас вот увезли знамена, да, полковые и так далее, они хранятся в специальных помещениях, часовые стоят и так далее. В Древнем Риме, в Древнем Риме, но знамен не было, были так называемые значки. Там у каждого подразделения, там, аквилы орета легиона, дальше, например, там, манипулы сигма, там, вексилы еще дополнительные были. Когда появились императоры, были и магниферы, и магы и так далее. Но всегда, когда разбивался лагерь, они были в центре, и это считалось священным местом. Там хранили знамена, и знамена тоже считались, это же один из элементов. Но я, конечно, могу долго рассказывать. Спасибо. Спасибо.